Малыш у нас и сосудики по всему яйцу. Очень красиво. Такая вот жизнь растёт. А теперь мы посмотрим для сравнения испорченное яйцо, как оно выглядит. Всем привет! Сейчас у нас начало мая. И мы проверяем, как проходит инкупация наших яиц. Итак, значит, сейчас у нас тут 15 яиц лежит. Одно яйцо испортилось почти сразу. Остальные себя чувствуют хорошо. Немножко набухли, стали покрупнее. Там, где было яйцо, я сюда поставила испорченное челанчью, которое на рептилины купила. Я здесь хорошо увлажена. В общем, тут она все еду у меня. Остальные яйца в норме. Сегодня мы вам покажем испорченное яйцо. Как оно выглядит. И что с ним произошло. Остальные, как я говорю, уже набухли так. Для них тоже нормально. Что мне нравится, что в этом инкубаторе действительно очень хорошо поддерживается температура и влажность. Мне не приходилось ни разу еще увлажнять вермикулит, в котором яйца лежат. Что довольно хорошо и приятно. Что за эти минусы лежит. Ну и вы видите, конденсат образуется на коробке, на контейнере с яйцами. И, соответственно, он стекает вниз и увлажняет сам вермикулит. Вот. Значит, яйцо, которое испортилось, оно было у меня... Я его отдельно положила, чтобы показать. Немножко стало покрываться блесенью, я его убрала. Просветило оно свет фонариком. И оказалось, что там зародыш не развивался. То место, где зародыш, оно стало черное. То есть, сразу оно испортилось. Не знаю по каким причинам. По каким-то своим, видимо, внутренним причинам. Вот. Мы сегодня вскроем и посмотрим, что там осталось. Всем уже так интересно, что внутри яйца. Вот и посмотрим. Правда, она уже подпортилась. Несколько дней она уже стоит. Нашнюю неделю сколько она уже стоит. Вот. Еще я хотела бы просветить яйцо здоровое. Для сравнения. Чтобы посмотреть, в чем разница. Итак, мы сейчас возьмем одно яйцо. И попробуем его просветить фонариком. И так вот мы сейчас в ванну зашли, чтобы было темно. И кое-что видно. Да, мы просвечиваем здоровое живое яйцо. Ну, которому уже месяц. Вот здесь видно хорошо. В этом яйце. Видите, как кровиночные сосуды разрослись по всему яйцу. А вот здесь у нас зародыш находится. Такой маленький развивающийся зародыш. Вот так вот здорово. Видно, что яйцо живое, да? Сосудики все хорошие. И вот здесь зародыш. Мне даже показалось, что он немножко шевелился. Вот так вот интересно можно пронаблюдать даже в процессе. Видите, какие яркие сосуды. Какие они большие. Если помните, когда мы разбирали кладку, сосуды были не на все яйцо. Они только частично были. Они вот разрастаются, видимо, в процессе инкубации. Он какие огромные. Остальные. Вот так вот. Такое бы неинтересное. Сейчас посмотрим еще яйцо. Вот здесь мы тоже можем видеть. Зародыш у нас здесь. Здесь кровиночные сосуды. Тоже вот видно живое, хорошее яйцо развивается. Вот оно. Вот здесь не очень хорошо видно. Но здесь вот очень видно. Малыш у нас и сосудики по всему яйцу. Очень красиво. Такая вот жизнь растет. А теперь мы посмотрим для сравнения испорченное яйцо, как оно выглядит. Вот наше испорченное яйцо. Сейчас мы поищем. Вот здесь видно, видите? Вот это место. Это был зародыш. И он стал просто черным пятном. Кровеносных сосудов не появилось, как в тех живых яицах. Вот смотрите. Полностью все пустое. Просто жидкости больше ничего нет. Вот. То есть зародыш изначально не стал по каким-то причинам развиваться. Вот это вот черные пятнышко по центру. Снаружи яйца нету черного пятна. Он белый. А это именно то место, где был зародыш. И он почернел. То есть он испортился, видимо. Сразу же причем. То есть он не развивался. Ни сосудов не появилось больше. Ничего. Вот такое вот. Что-то пошло не так с яйцом. С этим. Причем сразу, да. Ничего в нем здесь не развивалось. Ничего не происходило. Оно стало просто портиться, потому что зародыш сам испортился. Сейчас мы вскроем его и посмотрим, что внутри. Итак. Вот наше яйцо. Видите, здесь снаружи нет черного ничего. Оно портилось, конечно. Вот. Именно на просвет у нас было видно, что зародыш. Где-то здесь зародыш. Вскрывать будем сверху и посмотрим, что у нас имеется внутри. Резать я его не боюсь, раз там ничего нет. Выглядит почти как яичница. Да. Устал запекаться сам в себе. Интересно, почему так именно. Вот видите, внутри нас часто спрашивают, особенно на видео, что внутри яйца. А там тоже белок и желток? Ну вот, внутри вот такая вот масса. Тут нет прям отдельно, что желток, белок. Оно как бы есть и как бы его нет. В общем, довольно сложно, но в сравнении с обычным привычным к корням яйцом, это, конечно, все выглядит совершенно иначе. Вот. Не знаю, почему его всех так интересует. Все-таки голодные. Сейчас мы попробуем найти наш зародыш. Собственно. Вот он. Вот он, зародыш был. Яйцо в процессе, видите, инкубации, вместо того, чтобы развиваться, оно стало как бы запекаться. Но не запекаться, вот так вот сворачиваться, наверное, правильно сказать будет. Вот, смотрите, мы можем видеть, вот здесь был зародыш маленький, и он не развивался. Вот он. Тут, то есть, особо вообще ничего и не успело появиться. Ничего. То есть, как-то сразу он, может, чего-то тут у него вообще не было. Потому что здесь такая масса красная, даже особо ничего не разглядеть. Видно, что что-то было, да, какие-то. Вот, смотрите, да, вот он, зародыш сам. Вот он был. Был, но развиваться не стал. Вот он, да, наш новый самый. Вот он, самый маленький такой. Такое вот плодотворенное лицо, которое должно было делиться и расти, но почему-то этого не случилось. Вот так вот это всё выглядит. Видимо, чего-то вот тут не хватало. Чего-то изначально. Потому что все остальные яйца в норме, значит, с инкубацией никаких проблем нет, но по температуре, по влажности у нас тоже всё чётко. Но одно яйцо вот так вот испортило. Значит, и как видите, вот здесь кровеносных сосудов тоже нет, да? На поверхности. Мы можем посмотреть. Все у всех были, а у этого почему-то только зародыш был. Кровеносных сосудов не было. Вот такие вот дела. Вот. Ну, надеюсь, все остальные 15 яиц доинкубируются хорошо. Осталось меньше месяца до инкубации их, до вылупления их, да. Вот. Будем ждать, пока наблюдаю за температурой, влажностью. Вот. Ну, мне всё нравится, как работает. Ну что ж, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите нас. Будьте в курсе.